приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про экипаж 2.0 какие на него планы 2023 году но вначале хотел бы порадоваться и поблагодарить вас за невероятную активность во время аукциона за этот аукцион на меня подписалось примерно 800 человек и активность на канале возросла в разы это было невероятно спасибо всем огромное но какие же планы про экипаж 2.0 в 2023 году во-первых экипаж 2.0 будет выходить в три этапа первый из этапов это перевод всех умений и навыков в единую систему перков одно из основных то что все перки будут работать с самого начала их прокачки не нужно будет боевое братство на сто процентов выкачивать у всех членов экипажа чтобы она начинала работать как только вы начинаете какой-то перк качать он уже потихоньку начинает работать по мере того пока вы его качаете и это очень хорошо и давно так нужно было сделать это прямо кайф также будет еще переработка этих самых навыков некоторые перки изменятся некоторые появятся новые в прошлом видео я уже разбирал и рассказывал свое мнение про новые перки и я честно говоря ими не особо доволен поскольку там поощряются сбивание в куче и нахождение вблизи к врагу на нынешних картах коридорных сбивание в куче придет к тому что бои явно ускориться они так супер быстрые мне это не особо нравится куда уже быстрее и так непонятно было бы неплохо иметь какой-то баланс между стояловом который был в 2000 там тринадцатом году и турбо боями которые есть сейчас вот если бы найти какую-то золотую середину было бы в самый раз этап второй это доработка интерфейса личное дело танкиста и список членов экипажа на танки будут сильно переработаны интерфейс уже давно требует доработок поскольку он очень старый это окошко не менялась вообще мне кажется никогда понятное дело что за десятилетия уже пора бы что-то там да и доработать и третий этап это доработка рекрутеринга экипажа можно будет рекрутировать новых членов экипажа сразу со стопроцентной основной специальностью и даже получить 50 или 100 процентов обучения первого навыка но там до конца не все понятно и по мере выхода этих этапов на основные сервера мы узнаем подробности что да как там с этими экипажами также все члены экипажа в казарме у которых нет прокачанных навыков будут конвертированы в учебное пособие нации экипажа это очень хорошо поскольку не надо будет этих бесплатных челиков там куда-то удалять пусть они в какие-то книжечки все там скучкуются и идут лесом поскольку там в казарме на старых аккаунтах этих челиков в экипажах так много что там даже разбираться лень на мой взгляд в экипаже 2.0 хватило бы переработки интерфейса и чтобы перки начинали работать с самого начала прокачки с первого процента также еще неплохо если экипаж сразу будет рекрутироваться стопроцентный вот эти вот танки которые ты покупаешь 50 процентным экипажем или прям танки какие-то или еще что-то это вообще какая-то муть даже экипаж 75 процентов это тоже я не понимаю вообще зачем это лишнее мучение вот этих изменений в целом бы хватило для того чтобы все было нормально и комфортно а вот изменения самих перков то во что они переделываются и новые перки мне прям как-то не по душе люди рассказывают там в комментариях то что это командная игра вот вы вместе будете в кучке сбиваться вот это вы вместе командной игрой занимаетесь какая вообще в рандоме командная игра союзники не всегда то помогают иногда даже мешают рандом режим рандом чтобы правильно и хорошо в него играть нужно просто суметь быстро приспособиться под ту ситуацию которая происходит в бою понять какой союзник или враг сильный слабый у вас есть преимущество на фланге или нету нужно нападать или отступать где кто там находится в каких кустах как правильно сыграть на своем танке использовать его фишки вот чем нужно заниматься а просто находиться рядом союзниками просто потому что у тебя есть перковый типа команда я прям представляю как танкисты просто сбиваются в куче лишь бы сбиться в куче видимо чтобы их арта туда в кучу фокусила все нужно делать по ситуации избивание в куче мне не нравится поскольку вроде как шла борьба с ударными кулаками но по сути как будто бы ведется создание этих ударных кулаков которые сносят одну из команд за пару минут и бой заканчивается за 3-4 минуты и все и конец карты приспособлены для того чтобы только ударные кулаки создавались и бой заканчивался супер быстро еще и перки будут этому способствовать поэтому я этому не рад не доволен мне это не нравится когда она выйдет на основу мы конечно посмотрим как она будет выглядеть настолько ли все страшно или нет но со стороны смотрится как не то что я хочу эти бои когда ты только от респа отъехал приезжаешь на позицию у тебя уже 10 союзников нету или врагов нету 10 человек они уже в ангаре такие бои мне не нравится поэтому я и высказываю свое мнение что мне это не по душе свое мнение можете написать в комментариях как вы себе представляете эту командную игру сбиваясь в кучи вот такие вот изменения экипажа 20 ждут нас 2023 году в целом я с большей частью изменений согласен они нужны вроде как интересные прикольные кроме переработки самих перков на самом деле там не все перки такие ужасные и буквально там штуки 4 изменятся они за все это время пока будут эти изменения выходить у нас на основу или нет посмотрим надеюсь что их переделают буквально бы несколько перков переделывали все в целом бы меня и устраивала как вы считаете нужны ли перки для сбивания в кучу или нет с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи увидимся пока и и и и Субтитры сделал DimaTorzok